События в Ливии События в Ливии – это особая часть арабской весны. Арабская весна, как известно, началась в Тунисе, в Египте, зачем ею были захвачены такие страны, как Бахрейн, на территории Саудовской Аравии, в Эмиратах были выступления, Сирия, Ливия. Так вот, если мы рассмотрим арабскую весну в этих странах Тунис, Египет, Бахрейн, то это явный внутренний фактор. То есть социально-экономический кризис в этих странах, я напомню, допустим, безработица в этих странах в Тунисе, в Египте среди молодежи достигала до 50%. Это коррупция в высших эшелонах власти, это отсутствие действительной демократии при провозглашении такой фасадной демократии. Вот эти факторы внутренние привели к массовому социальному протесту, то, что собой представляла арабская весна вот в этих странах на начальном своем этапе. Если же мы возьмем ситуацию в Ливии и в Сирии, то это другой, так скажем, вид арабской весны. Это явные внешние факторы, это совершенно очевидно. Я вот занимался внутренней ситуацией в Сирии перед началом конфликта в 2011 году и в Ливии тоже. Так вот, естественно, там не было социально-экономического кризиса. В Ливии было благополучное государство, 6 миллионов населения, нефтедобывающаяся страна, высокий уровень жизни населения. Примерно миллион египтян ежегодно пребывали в Ливию, чтобы работать и получать высокую зарплату. То есть это была вполне благополучная страна. Но вот такие события привели к трагической развязке ливийской судьбы. И это внешний фактор, безусловный внешний фактор. Я напомню, что вот эти вот первые выступления протеста в Ливии, они были очень незаметными, очень локальными, так скажем. Это в Бенгазе, еще в ряде населенных пунктов. Притом Киринаика и три района Ливии. Это Киринаика, Триполитания, Фитцан. Так вот, Киринаика, она отличалась тем, что исторически она была, как бы, так скажем, достаточно оппозиционно центральной власти. И вот в Киринаике начались эти протесты. Притом протесты, это были палестинские какие-то рабочие, это были группы молодежи, недовольные какими-то конкретными событиями. Это были исламисты. Вот наиболее боеспособной частью оппозиции были исламисты. Я напомню, что Каддафи жестко боролся с радикальным исламизмом. В тюрьмах Каддафи сидело до 800 исламистов, обвиненных в террористической деятельности. После свержения Каддафи все они, естественно, вышли на свободу. На территории Ливии действовала вооруженная ливийская группа, исламисты радикальные, которые имели связи с алжирскими исламистами и осуществляли террористическую деятельность на территории Ливии. Каддафи боролся против этого, притом он боролся против радикального исламизма в сотрудничестве с западными спецслужбами. Есть данные, подтвержденные документально, что проводились на территории Ливии допросы исламистов захваченных, совместно проводились и сотрудниками ЦРУ, и ливийскими спецслужбами. Но это вот было. Но настал момент, когда Запад решил, что наступило удобное время для того, чтобы убрать неугодного лидера. Я в некоторых круглых столах принимал участие, где были представители Запада. Так вот, на вопрос, почему, собственно, вот такое неприятие Каддафи, ответ был такой, слишком много проблем от Каддафи, он неуправляем.